С наступлением весны погода становится непредсказуемой, температурный режим меняется. Несмотря на то, что на реке Кама толщина льда в районе переправы составляет порядка 70 сантиметров, структура самого льда нарушается. Сами видели, мы проехали с вами выше переправы 5 километров. Там уже Кармановская вода подпачивает лед, промойны есть. Там, где промойны были, там лед 18 сантиметров. Ниже 2 километра у хвостя острова 22 сантиметра. У водозабора 33. А на ледовой переправе у нас там искусственный, не только естественный лед, намытый. Но намытый лед, он не очень прочный. Его со снегом намывается. Только он если становится влажным, вы сами убедились, вот на въезде каша уже, это не лед. Через реку Кама регулярно переправляются сотрудники Белкомнефти. Ежедневно перевозят 600 человек. На береговой линии уже можно заметить скопление воды и снега, где пробуксовывают автомобили. 24 марта для безопасности населения было принято решение о закрытии ледовой переправы Боярка через реку Кама. Сегодня, 24 марта, в республике Башкортостан закрываются две переправы. Переправа река Белая, город Бирск, и переправа река Кама, Краснокамского района. В связи с климатическими весенними погодными условиями, Кармановская ГРС начала сброс талой воды. Небольшой, правда, но вы сегодня сами видели, достаточно для того, чтобы толщина льда резко уменьшилась. Структура льда уже существенно поменялась в худшую сторону. И поэтому приняли решение закрыть ледовую переправу. В этом году переправы работают дольше обычного. К сравнению, ледовую трассу в 2016 году закрыли уже 4 марта. На сегодняшний день запрещен проезд на автотранспорте. А спустя неделю дорогу закроют вовсе, даже для пешеходов. Напоминаем, что согласно постановлению администрации Краснокамского района, с 17 марта выход людей, выезд из стоянка автотранспорта на лед водных объектов вне зоны ледовых переправ на территории района запрещается. За нарушение этого постановления предусмотрено КОАПом статья 8.42 нарушение штрафом от 3,5 до 5 тысяч.